всем привет сегодня про искусство в интерьере зачем это нужно когда это необходимо использовать и как это использовать вот об этом будем разговаривать помогать мне в этом будет надежда гусева надя привет привет ну а всем кому интересно как сделать свой интерьер живее насыщеннее энергичней и просто пригодным для того чтобы его печатали в известных изданиях то есть это конечно искусство ну что теперь передаю слово надежде сегодня мы встретились с вами чтобы поговорить о том что такое авторское искусство в интерьере есть одна проблема в нашей сфере в интерьерной нас учат продавать клиенту керамогранит сантехнику мебель и совсем нас не учат нигде и эту тему не затрагивают а когда и как предлагать искусство в интерьер то есть мы этого не знаем и происходит это хаотично не секрет как это происходит зачастую скачивается картинка пинтерест которая более-менее по пятну подходит садится и потом находится художник знакомый вот так вот у кого здесь знакомый художник есть художник назначает стоимость и делает аналоговую картинку наверное здесь нужно затронуть такую тему что в истории человечества искусством принципе интересовалась всегда интересовалась и она принадлежала ну условно 7 процентам людей в нашей сфере мы смотрим какие-то проекты в москвичей тех же самых питерцев или там европейские американские и видим что иногда центром композиции доминантой является просто какое-то одно панно да не обязательно кстати это живопись это бывает и гобелен какой-то да скульптура естественно чем отличаются наши интерьеры от всего этого это отсутствие вот такой доминанты образный а в русском языке как мы знаем то что без образа она безобразная да конечно искусствоведы есть аналитики это очень на самом деле для меня скучная грустная история когда люди начинают анализировать и систематизировать восприятие искусства на типы виды поэтому когда мы говорим про искусство мы не должны ограничиваться только вот изобразительным станковым там искусством до картина еще и зачем она и почему а тут объемный вопрос зачем зачем люди ходят в театр ну начнем с того что многие до следует просто какому-то алгоритму просто вот это культурный поход семьей мы сходим это классно там особенно еще запустим что вот мы в оперный сходили еще куда-то зачем нужно дизайнеру мы все хотим быть эффективней то продаваться дороже для этого есть ступени определенные в частности это публикации в журналах естественно они дают вот это признание профессиональное но сейчас в интернет рису ресурсы все все соцсети эти же адель декорейшн размещают в своих аккаунтах и вы видите насколько они завершенные сделанные эти проекты да и вот эта сделанность за счет чего она возникает декорирование даже вот смотрите когда мы все сделали мы все запроектировали мы все реализовали мы все укомплектовали и вот этот мощный этап сделан да а не хватает вишенки на торте не хватает вот буквально декора то что мы называем декор до одним большим словом но это могут быть ковры это могут быть вазы это могут быть картины какие-то букеты вот где как какая веточка где какая там не знаю предмет дизайна там мелкой формы в москве как работают стилисты у них вот так вот все эти люди вот художники частности скульпторы они вот так вот у них все как в кулачке знают что нужно больше форматная живопись такая то туда поехали взяли на примерку такая то туда поехали взяли в галереях берут конкретно у авторов берут понимаете вот таким образом там это выстроено у нас стилист появился недавно и я очень надеюсь что настроиться таким же образом то есть она будет брать например у авторов и и у галерей и насколько она выстраивает абсолютно какая-то нейтральная среда активное одно пятно да просто какое-то мозаичное там какие-то бешеные красно-синие здесь она такую чашечку поставил здесь такой пледик положила и все зачем искусство нужно заказчику инвестиции этот такой вопрос для меня такая эта тема пока зыбкая то есть я немножко не понимаю как донести то они могут что да давайте будем инвестировать но у нас есть два имени таких больших в городе волович и брусиловский их покупает все кто хочет инвестировать они знают что они дорожают и их как минимум по той же цене можно будет продать а как максимум но они дорожают до изображение животного мира лошадей сцены охоты всех рогатых они всегда сопровождали кабинет всегда размещались в кабинетах сильных мира сего это автор кукота очень хорошо продается на международных площадках вот и у нас она с нашего проекта тоже одна из работ и и куплено здесь в принципе тема тоже понятно птенец очень откликается у всех кого есть дети особенно подростки переживания такие женские лирические переживания судьбе своего птенца рекомендую рекомендую да не пожалуй не пожалеете вот то что называется для пятна можно повесить до прекрасное радостное переживание натюрморты очень профессиональная стиле стилизация очень классно по цвету сделано поверьте мне как профессионалу это образное пятно композиционный центр она собирает по цвету все и вот оно должно здесь быть обязательно поэтому выделите на него бюджет она будет стоить столько-то это авторская работа вы не подумайте что никогда мы в конце будем а давайте закажем ее сейчас представьте если у вас просто вот даже нейтральная среда акцентная работа на белой стене и что-то красное откликнуться но вот это конечно сделает интерьер если большое пространство есть да и гостиная вот это вот сделает это что касается вообще портретов конечно не рекомендуют размещать портреты с глазами то есть чужие глаза люди тяжело воспринимают а вот этот вот вроде бы и по пластике да и такая мощная работа мне нравится если заказчик интересный мыслящий какой-то динамичный человек креативный да вот если он из сферы связаны с идеями но это просто бомба очень классная работа эта работа понравилась тоже очень многим дизайнерам некоторые знаете какой увидели в ней контекст вот сейчас коронавирус да и вот этот вот черные черная наша земля черный мир который превратилась планета земля в связи с этим да такие сгустки страха переживаний боли и смерти и что его хочется окутать бинтиком его хочется замотать как бы его хочется как-то спасти это юная балерина перед выходом на сцену в кулисах абсолютно передано до состояния вот этой дрожи юности страха что она вот такая какая-то лысенькая но у них же потому что вот здесь собраны волосы но когда они собраны выглядит это как будто бы она лысенькая и то что она синяя конечно вот это искусство образов она ну прямее работает чем допустим реалистично котики всех покорили котики артема косимова и видите он тоже опять на этой фактуре по пятну какой-то милитари какой-то розовый милитари здесь и вот этот такой проявляющийся котик с глазами ну прекрасная вещь вообще котики нравятся всем вот это в любой интерьер и когда они сделаны высокохудожественно тут даже и убеждать заказчика не придется да вот эта работа автор чистякова пейзаж впечатление такой импрессионизм но при этом вот этот материал здесь не на первом плане что вот они вот она я смола как у всех в основном происходит авторов а вот он у нее здесь и матовая и глянцевая поверхность классная работа вообще 100 интерьеров из 100 тоже чистейшая интерьерная прекрасная вещь но требует большой гостиной в маленькую не расположишь ее да но это моя автор моя сестра это она меня рисовала когда мне немножко была другая прическа а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok